Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. Меня зовут Дарья Судрева. Смотрите сегодня в выпуске. Обещали, но не сделали. Ульяновские коммунальщики не смогли справиться с сосульками на крышах. В Ульяновске бесплатно раздадут одежду. Еще семь ветропарков хотят построить на территории региона. На прошлой неделе в Министерстве ЖКХ пообещали очистить кровлю многоквартирных домов от нальдей и сосулек. Однако перепады температуры, постоянно идущий снег не дают расслабиться до сих пор. Сосульки продолжают свисать с домов и местами даже успешно растут. На прошлой неделе в Министерстве ЖКХ пообещали очистить кровлю многоквартирных домов от нальдей и сосулек. Однако перепады температур, постоянно идущий снег не дают расслабиться до сих пор. Сосульки продолжают свисать с домов и местами даже успешно растут. Мы уже рассказывали об огромной сосульке, которая нависла на дом номер 47 Нагофурова. Она бы могла стать городской достопримечательностью, если бы могла сохраняться летом. Неделю назад мы были на Гафурово 47 и смотрели на сосульку, которая свисала от пятого этажа и до первого. Середину сосульки управляющая компания сбила, однако вопросы остались. Наверху все еще угрожает жизням горожан огромная глыба льда. Не менее огромные глыбы бойцы коммунальных служб сбили. Их обломки до сих пор лежат под окнами первого этажа. Сбить все не получилось. По мнению коммунальщиков, это вина хозяев балконов пятого и первого этажей. Балконы на первом и последнем этажах застеклены неправильно, поэтому при сбивании сосулек можно повредить хозяйское добро. Жители дома правых виноватых не ищут. Их просто пугает возможное падение льда. С пятого этажа по первой прямо огромные-огромные глыбы. Здесь ходить невозможно. На дороге постоянная машина. Как жить жильцам, непонятно. Вот сколько живем и каждый год, каждый год у нас вот такая история. Как вот этот дом построили, так вот и есть. Почему? Тут что-то, видимо, неправильно сделали. И именно вот эти два подъезда. Чем подъезда нет. А вот эти вот два. Вот ходим всегда мимо этого дома. Вообще поражаемся, что это такое. Как показывает практика, жителям при возникновении сосулек или наледи необходимо звонить в управляющую компанию. И не тогда, когда сосульки уже весят тоннами, а когда на крыше еще лежит снег. Ведь если его вовремя почистить, то и сосулек не будет. Тем более плата за это включена в статью обслуживания дома. Четкие нормативы, когда именно коммунальщики должны вычистить крышу, законом, к сожалению, не оговариваются. Тем не менее, по требованию жильцов ответственные коммунальщики сделать это обязаны. В постановлении гостроя сказано. Буквально накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости сбрасываться на земли, перемещаться в приладковые полосы и так далее, и так далее. Удаление налеги сосулек, то есть сроки, по мере необходимости. Вот то, что я говорю, мера необходимости определяется чем? В данном случае получается больше и больше здравым смыслом. Управляющая компания, у которой в ведении много домов, естественно, не всегда может вовремя заметить сугробы на крыше. Да и хочет ли замечать. Поэтому коммунальщикам нужно звонить, просить, требовать. Если компания не отозвалась, тогда жалобу наука примут в контролирующем органе. Например, в контакт-центре и подвергнут санкциям. Однако нужно осознавать, что штраф, наложенный контролерами на компанию, она возьмет из денег, которые платят жильцы. Обслуживание дома пусть и на время, но ухудшится. Как раз для того, чтобы делать все вовремя и понимать, когда нужно попросить, когда потребовать, а когда пожаловаться, существует совет дома и председатель совета дома. Жаль, что на Гафурово 47 руководство дома устранилось от проблемы. По дороге в редакцию мы обратили внимание на то, что дома по проспекту Нариманово тоже нуждаются в заботе жителей и коммунальщиков. От 1 до 47 дома каждая крыша – источник ледяной опасности, а каждый двор – снежное месиво. Хочется обратиться к жителям. Неужели вам это не мешает? Звоните, обращайтесь. И помните, если коммунальщики не отзовутся, то власти и средства массовой информации всегда готовы вам помочь. Павел Половов, Александр Кудряшов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Ульяновская делегация провела в Москве технодень. Среда была посвящена инновационному развитию области. Сергей Морозов с коллегами встретился с рядом федеральных министерств и ведомств, бизнес-партнерами и зарубежными представителями. Среди них оказался и Национальный исследовательский технологический университет. Национальный исследовательский технологический университет МИСИС – один из динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Ульяновская делегация во главе с губернатором посетила учреждения в рамках проходящего в Москве второго технодня. Вот уже несколько лет московский вуз проводит глубинную работу по поиску новых технологий, чтобы адаптировать и внедрить их в образовательный процесс. В планах ульяновцев плотное сотрудничество с учеными. Это озвучил Сергей Морозов на встрече с ректором Алифтиной Черниковой. В федерации области IT и микроэлектроники сейчас активно занимаемся программами обеспечения для того, чтобы для данных общей влазовательной технологии в развитии. Это у нас очень важно. Возможности для дальнейшего сотрудничества у регионов и университета не ограничены. На базе вуза располагается свой инжиниринговый центр быстрого промышленного прототипирования и Центр научно-технического творчества молодежи. А сотрудники работают над созданием комплекса производства полупроводникового «Кремния» и изделий на его основе для микроэлектроники и солнечной энергетики. Ульяновская страна планирует привлечь разработки университета для обучения школьников и студентов специальностям будущего. Мы давно знаем Ульяновский регион как инновационный регион и для нас, как для технического вуза, это сотрудничество очень интересно. Кроме того, мы сегодня обсуждаем возможности совместных образовательных программ. Речь идет о реализации совместных проектов на уровне бакалавриата, магистратуры, специалитета и дополнительного образования. К примеру, уже в этом году в Ульяновске пройдет один из этапов конференции «Эдкранч». Мероприятие, созданное МИСИС и считается крупнейшим в Европе. На конференции отбираются лучшие образовательные и научные практики и далее они рекомендуются к внедрению. Договорились, что уже в этом году при помощи и поддержке наших коллег в регионе пройдет образовательная конференция «Эдкранч», известная специалистам в сфере образования. Одной из площадок станет как раз Ульяновская область. По словам Сергея Морозова, сотрудничество с коллегами из Москвы планируется по направлениям, связанным с материаловедением. Также ульяновцы подписали соглашение с представителями цифровой платформы «Университет-2035». Разработчики создали систему с участием искусственного интеллекта, которое может подобрать для человека образовательные цели и задачи по любой запрашиваемой теме. Возможно, скоро она появится и в Ульяновске. Семь ветропарков в городе Семи Ветров. Такую цель озвучил Сергей Морозов на международном инвестиционном форуме «Ветроэнергетика-2019», состоявшемся в Москве. Опыт региона в области ветроэнергетики представили на суд федеральных экспертов. Если бы кто-то лет 5-6 назад сказал мне, что именно Ульяновская область станет драйвером развития российской ветроэнергетики, я бы, наверное, только пожал плечами. Такими словами, авторитетный российский эксперт в области возобновляемых источников энергии Анатолий Копылов попросил Сергея Морозова раскрыть секрет, как области удалось стать центром развития российской ветроэнергетики. Выступление прошло на пленарном заседании второго международного инвестиционного форума «Ветроэнергетика-2019». Федеральные эксперты отметили, что в регионе удалось создать все необходимые элементы кластера, в которые входят проекты, исследования и подготовка кадров. Уже введенные в эксплуатацию мощности показали нам перспективы дальнейшего расширения использованных возобновляемых источников энергии. В ближайшие пять лет, начиная в том числе и с 2019 года, мы построим не менее семи ветропарков. Общей мощностью порядка 250 мегаватт, хотя ветроизмерение, которое мы произвели, позволяет нам построить сегодня ветропарки с муарной мощностью 600 мегаватт. По плану, по словам главы региона, до 2030 года в Ульяновской области планируют обеспечить получение 30% энергии из возобновляемых источников. В целом же, общее количество обеспеченных хорошим ветровым потенциалом площадок позволит построить ветропарки с муарной мощностью не менее 1 гигаватт. Второй вопрос – это создание условий для локализации и запуск проектов в перерабатывающей промышленности, чтобы обеспечить отрасль материалами и комплектующими. Центральным проектом локализации ветроэнергетики в регионе станет завод по производству композитных лопастей компании «Вестас». Это первое подобное мероприятие в России. Проектная мощность завода в Ульяновске – это 330 лопастей в год. Мы уже начали еще в 2017 году формировать сегмент подготовки кадров под потребности отрасли. У нас есть один из самых крупных в России технических университетов в Ульяновске, есть крупнейший в Ульяновске наноцентр, и там уже сейчас работают специализированные кафедры ветроэнергетики, выпускники которых уже сейчас начинают работать и в компании «Вестас», в компании «Фортум», и которые готовы прийти работать с настройщей сегодня ветропарки. Подробнее о возобновляемой энергии в Ульяновске расскажут в конце весны. С 22 по 24 мая в Ульяновске пройдет международный форум возобновляемой энергетики РВ, куда съедутся мировые, федеральные эксперты и инвесторы. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды. Снег никак не заканчивается. В Ульяновске продолжают очищать пешеходные переходы. Минувшей ночью снег вывозили с пешеходных переходов на улицах Радищева, Орлова, Островского, Пушкарева, Булеварь Пластова, проспектах Генерала Тюленева и Филатова. Об этом сообщают в Управлении дорожного хозяйства и транспорта. Сегодня эти работы организованы на улицах Островского, Карла Маркса, Рябикова, 12 сентября, Кирова, Локомотивной и Московском шоссе. Джинсы или свитер за 50 рублей. Такое возможно только в одном магазине Ульяновска, благотворительном. Эту весну мистер «Спасибо» начинает с доброй и полезной акции. Магазин «Мистер «Спасибо» во второй раз объявляет благотворительную акцию. Со 2 по 3 марта с 10 до 18.00 любую понравившуюся одежду здесь раздадут бесплатно. Начинают с перчаток, шапок и детских вещей, заканчивая мужской и женской обувью. Категория граждан та же, то есть малые имущие, многодетные семьи, инвалиды, участники Великой Отечественной войны. В данной акции мы хотим помочь побольше людям, мы хотим раздать по 5 вещей каждому члену семьи. При этом статус льготного гражданина нужно подтвердить. Это значит, что во время акции, чтобы забрать одежду, при себе необходимо иметь соответствующий документ. Впервые владельцы магазина раздавали вещи бесплатно в декабре прошлого года. Тогда участниками акции стали 400 семей. Подобный благотворительный жест должен стать доброй, теплой традицией быть на постоянной основе. «Мистер «Спасибо» – социальный магазин. Минимальная цена за товар составляет 50 рублей. Владельцами торговой точки с 1 октября является молодая семья. Всю лишнюю выручку Анна и ее муж тратят на помощь нуждающимся. Люди очень ждут, очень много благодарственных писем было нам написано. Все люди, добрый у нас город, могу сказать, все очень благодарны. Спрашивают про следующую акцию, мы как и обещали. То есть, проводим еще одну акцию. Благотворительный бутик находится в центре города. По адресу улица Гончарова, 13, второй этаж, вход через фотосалон. Подробную информацию о слове акции можно получить по телефону, который вы видите на экране. Ринат Алюлова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды. Подготовку к половодию начали с микрорайонов Репина и Мостовая. Снежные запасы превышают допустимые значения и составляют от 132 до 146% от нормы. Чтобы защитить жителей от нежелательной воды, противопаводковые работы уже начались. На этой неделе в областном центре начали очищать водоотводные канавы от снега. Делается это для того, чтобы весной жителей, проживающих в так называемой зоне риска, не затопило талыми водами. На данный момент сотрудники управления инженерной защиты очищают канавы микрорайонов Репина и Мостовая. Сейчас производим работу на улице Ботанической. В дальнейшем будет переулк Ясневой, улица Российская, переулк Тополевой, Пригородная и Звездная. Прочищено около сотни канав. Вывезено 15 самовалов снега. В ближайшие дни для увеличения темпов работ сюда направят дополнительную спецтехнику. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok